В повестке очередного 55-го заседания Совета депутатов городского округа Щелково 11 вопросов. Один из самых важных о бюджете муниципалитета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Ранее проект был представлен на публичных слушаниях в администрации округа. Ознакомиться с документом заблаговременно можно было на сайте администрации и в выпуске газеты «Время». Срывов и задержек в части их финансового обеспечения в течение года не было. К кредитным ресурсам банков и предстоящих бюджетов городской округ не прибегал. Долговые обязательства на сегодняшний день равны нулю. В основу проекта бюджета заложены приоритетные цели, обозначенные в документах развития городского округа, а также основных направлений бюджетной и налоговой политики, а также показатели прогноза социально-экономического развития городского округа. Число муниципальных программ остается прежним. Их 19. Бюджеты 2023 и двух последующих годов не изменили своих приоритетов. Основная часть будет направлена на решение социальных вопросов. Больше всего средств будет направлено в сферы образования, культуры, формирования комфортной городской среды. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. Со дня вступления в силу до 1 января 2023 года настоящее решение применяется в церковь в течение исполнения бюджета городского округа в 2023 году. Мы утвердили проект бюджета городского округа Щелково на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Депутаты внесли ряд изменений в несколько важных документов, регулирующих жизнедеятельность округа. В частности, правила благоустройства. Единогласным решением депутаты также утвердили нормативы градостроительного проектирования городского округа, дополнили перечень мероприятий и выделяемых бюджетных средств, предназначенных на наказы избирателей. Конец года – время подведения итогов. Так, Совет ветеранов городского округа выразил благодарность народным избранникам за оказанную помощь общеобразовательной школе в Донецке.